По сообщению правительства Тверской области, официальное число погибших при пожаре в НИИ войск воздушно-космической обороны увеличилось до 17 человек. Пятеро из них опознаны. Это информация от 25 апреля. По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудене, пострадавшим и семьям погибших будут оказаны меры поддержки. Продолжается разбор завалов. На сегодняшний день в работах задействованы 75 человек и 9 единиц техники. Специалисты обследуют внутренние помещения здания. Со стороны правительства региона оказывается все необходимое содействие. У находящихся на лечении в медучреждениях пациентов, пострадавших от пожара, положительная динамика. Госпитализированным оказывается квалифицированная медицинская помощь. Имеются все необходимые для лечения людей лекарственные препараты. По поручению губернатора Игоря Рудене, лечение каждого из пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения региона Сергея Козлова. Как мы сообщали, возгорание в здании НИИ произошло 21 апреля. Полная ликвидация пожара зафиксирована в 7.33 утра 22 апреля. На месте был создан оперативный штаб по координации действий всех служб. Распространение огня на соседние здания и жилые дома удалось избежать. К тушению были привлечены подразделения пожарно-спасательных частей. Задействовано более 240 человек свыше 60 единиц техники вертолет Ми-8 МЧС России. По неподтвержденным данным, предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Военным следствием возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил противопожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более человек. Проверку проводит военная прокуратура. 24 апреля в поселке Спирово Тверской области мужчина 55 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2107, не справился с управлением. Машина на скорости съехала в кювет и наехала на дерево. Водитель на месте происшествия скончался до приезда скорой помощи. Другое ДТП со смертельным исходом произошло в городе Кувшинова. Автомобиль Ford Focus сбил велосипедистку. 60-летняя женщина, управлявшая велосипедом, от полученных травм скончалась. Тяжелую травму получил и водитель иномарки. Мужчина 75 года рождения. Предварительный диагноз – черепно-мозговая травма и травма позвоночника. Продолжение следует...